Здравствуйте, в эфире «Современный разговор» с директором центра истории Кавказа, автором монографии «Азербайджан и армянский вопрос на Кавказе» Резваном Гусейновым. Доброе утро, Резван. Доброе, доброе. Приветствую тебя, Рафим, и наших уважаемых зрителей. Спасибо за то, что откликнулся на мою просьбу прокомментировать ситуацию, складывающуюся в регионе. Начнем вот с последнего. В регионе, в принципе, очень много всего происходит. Ну вот министр иностранных дел Азербайджана Джейфун Байрамов накануне на встрече с венгерским коллегой Петром Сиарта заявил, что Армения ставит препятствие на пути реинтеграции армян в Азербайджан. Армян Ханкинзи, находящийся в Азербайджан, а также публикует Ереван ложные сведения о дороге Лачин Ханкинзи. В то же время сегодня президент Азербайджана Ильхар Малиф принял специального представителя Министерства иностранных дел России по нормализации Азербайджана-армянских отношений Игоря Хаваева и тоже обратил внимание на то, что несмотря на приглашение представителя армянского населения Карабахского региона Азербайджана для обсуждения вопросов реинтеграции в столицу Баку и другие города нашей страны, они отказались от этого. То есть вопрос как бы стоит на месте. Ну все однозначно ясно, дорога Ахдам Ханкинзи все равно откроется и диалог об этом идет не с карабахскими армянами, имя которым никто и в региональной политике они ничтого, а именно к тем внешним кураторам, в том числе российской стороне, которая и прибыла в лице Хаваева обсуждать этот вопрос. Однозначно президент Азербайджана свою позицию высказал и опять-таки предметом торга является то, как возможно в том числе будет обеспечиваться российский миротворческий контингент. Азербайджан предлагает, чтобы это тоже происходило по дороге Ахдам Ханкинзи, которая и более удобна, и более короткая, и всегда она исторически действует, наиболее оптимальный путь. Ну, российская сторона заинтересована в том, чтобы для нее так, по логистике нет, а по каким-то другим мотивам, видать, важнее, чтобы обеспечение российских миротворцев происходило через Лачинскую дорогу. Соответственно, понятно, что вооружение, горючий смазочный материал и все остальное, близкая рука, видать, для них это Гюмри, Гюмри, 102 база, хотя это мне кажется немного странным, потому что Гюмри сама обеспечивается извне, но, видать, здесь есть некие политические мотивы для России показать, что в регионе она имеет серьезное военно-политическое присутствие и так далее. Поэтому основным преткновением является это, а не вовсе какие-то выкидоны карабахских бездельников, сепаратистов, и смена там власти, все это никаким образом не повлияет на то, что откроется или нет дорога, дорога там в Ханкянде, все подготовлено, как я отметил, идет диалог с внешними заинтересованными лицами, и в этом контексте роль официального Еревана, конечно, вызывает удивление, то они признали территорию Азербайджана, целостность, и в том числе Анклавы даже, не только Карабах. А теперь по совету французской сестры своей, да, они делают резкие маневры, при этом они обваливают и переговорный процесс, при этом, как видим, они довольно жестко наезжают на Российскую Федерацию, на то, что не нужна ни ОДКБ, ни Россия, и сразу же звучат с запада какие-то странные заявления от полустранных людей, что Армения может интегрироваться в НАТО, ну, пожалуйста, Армения может интегрироваться в НАТО, но единственная дорога туда проходит через Турцию, натовскую страну, больше никак. Поэтому в этом контексте вся эта истерия показывает, что каждая из сторон хочет выторговать у Азербайджана наиболее выгодные для себя условия, при этом все понимают, что Азербайджан реализует все поставленные перед собой задачи по реинтеграции карабахских армий. Ну, а точнее, тех, кто хочет реинтегрироваться. Для остальных дорога Лачинская работает, возможность покинуть Азербайджан всегда есть. Резван, как ты отметил, то, что сейчас Дереван вроде хочет на Запад, в НАТО интегрироваться, он то к России взывает о дружбе, то к странам ОДКБ и так далее, в то время как Азербайджан совершенно тихо, спокойно ведет свой внешнеполитический курс и с НАТО сотрудничает, и со странами ОДКБ, которые вот Казахстан, Беларусь, независимо на то, что Азербайджан не входит в это, Баку выстраивает со всеми очень такие ровные отношения. С чем связано то, что этот Ереван как флюкер туда-сюда, вот его вертит? То под одним хочет подлечь, то под другим. Во-первых, весовые категории разные, куда Азербайджан, я думаю, это неудачное сравнение Азербайджана с Арменией. Совершенно разные весовые категории, я предлагаю всем друзьям забыть, сравнивать Армению с Азербайджаном в чем-то, в международной политике, ВВП, военно-политическом потенциале. Это фобии, рудименты вчерашнего дня. Азербайджан сторонник двух сторонних отношений со всеми. Я предлагаю забыть неуместное сравнение Азербайджана с Арменией совершенно разной весовой категорией. И вот это все наши постоянные попытки, если прежде можно было понять, но сейчас ни в военно-политическом, ни в военно-техническом, ни во внешне-политическом, ни в каких аспектах нельзя сравнивать Азербайджан с Арменией. Нам нужно это забыть и не повторяться. Азербайджан всегда выстроит двусторонние отношения, как сильная страна. Они прячутся внутри различных политических или военных клубов, как это изначально делала Армения. Там внутри ОДКБ. То есть всегда в любых организациях есть интересант, тот, который хочет руководить, верховодить посредством других, кого привлекают в эту организацию. Ну и есть внутренние интересанты. Вот есть те, кто лузеры, то есть они подключаются туда, чтобы только что-то получать. Ибо вне каких-то организаций у них шансов получить что-то практически нет. В этом контексте дотационная всегда Армения была ясна, почему она в ОДКБ и так далее. Почему она на 100 почти что процентов зависит от России. И если завтра она освободится от России, она на 100 процентов будет зависеть от другого государства. Нету субъектности у Армении, не экономической. Просто географически и всегда так было. Армения это дотационный регион, хоть в советское время, хоть сейчас. В этом контексте с ними все ясно. То есть для них важно, оторвавшись от одного клуба или союза, присоединиться быстро к другому, чтобы не остаться без ничего. Азербайджан обладает и природными богатствами, ресурсами, и политическими, и военными ресурсами, и логистическими, транспортными. Поэтому мы выстраиваем отношения двусторонние. ОДКБ мы не смотрим на Казахстан или на Россию как на членов ОДКБ. Мы не смотрим на европейские государства как на членов Евросоюза и так далее. Это все, как говорится, отдельная тема. И в этом и успех Азербайджан. Что он выстраивает прямые двусторонние взаимовыгодные отношения. А не так, что я от тебя что-то хочу, давай дружить. Пока получаем мы друзья. В жизни мы все это видели. Вот у Армении такая ситуация. А как только я не получаю то, что вчера получал, мы уже враги. Ты плохой, я хороший. Немного похоже на некоторых истеричных особ, которые используют чей-то ресурс, а потом его обвиняют, допустим, во всех своих неудачах и грехах. Вот это та самая позиция, которую официальный Ереван всегда занимал и продолжает занимать. И это не изменится даже, если гипотетически Армения сможет уйти от России. Гипотетически. Она сразу же привяжется к кому-то. И как это ни странно, по-моему, в итоге она привяжется к турецко-азербайджанскому альянсу. Только оттуда есть для нее ресурс жизни. И, как это ни странно, и ресурс смерти тоже. То есть, если Ереван не выберет взгляжение с Азербайджаном и Турцией, и решение всех вопросов, государственность армянская в нашем регионе просто подвиснет. Ереване пусть посмотрят на судьбу карабахских сепаратистов, но приблизительно такая же дорожка у них рано или поздно, если не изменит ситуацию. Поэтому в этом контексте Азербайджан все это понимает, выстроил свою линию и идет к ней, договариваясь с теми, кто что-то представляет собой субъектность региона, а не с теми, кто как флюгер крутится туда, куда его крутят. Какие последствия может вызвать? И с чем связана отставка, так сказать, отставка Арутюняна? Многие пишут о том, что сейчас как бы власть в Ханкинде захватывает ставленники России. И вот митинг прошел в выходные дни в Ереване. Там, насколько я знаю, там и вот так называемый карабахский клан поднял свою голову, Кочарян, Саксян. Какие это может вызвать последствия во внутреполитической борьбе в Армении? Ну, Рассин, давай признаемся, что в Карабахе всегда российские. А какие, разве не пророссийские силы всегда были в Карабахе, да, сепаратисты? Всегда они таковы, изначально конфликт так был устроен. Просто в период Арайка Арутюняна, то есть его нельзя назвать напрямую креатурой Никола Пашиняна, но разница была в том, что после вот этих всех Бакусаокянов, Гукасянов, которые напрямую офицеры ФСБ России, напрямую спецслужбисты, пришел человек, якобы бизнесмен, который, как говорится, не так напрямую аффилировался российскими спецслужбами. Ну, и все этот период кончился, опять приходят Дашнаки, у которых кураторы российской спецслужбы, и сами они офицеры российских спецслужб. Да, ради бога. И если Дашнаки начали этот конфликт, давай вспомним, да, 1980-90-е годы, за разжиганием армяно-азербайджанского конфликта стояли Дашнаки. Затем они коалиционно пришли к власти в Армении, очень долго при Роберте Кочаряне удерживались, да, у власти. К чему это привело Армению, мы видим. Пожалуйста, это просто ускорит те процессы, которые Азербайджан хочет реализовать, да. Если до этого у карабахских армян был шанс какой-то относительный, да, и Араик Аручинян, вроде так, личность, или Рубен Варданян, говорили, он никак, якобы, не запятнал свои руки в крови азербайджанцев, да, Араик уже успел запятнать. Но сейчас приходят люди, которых Азербайджан просто поломает. Их будут ломать. Вот этот план России, сдать, утилизировать Дашнакский проект. Я по-другому не вижу. Тот Дашнакский проект, который 30 с лишним лет работал на российские интересы, но сейчас он не работает, а это масса людей, ресурсов и интересов. Но ради бога, если мы, Азербайджан, эту миссию выполнить с удовольствием, утилизовать всех недовольных, несогласных, и тогда в итоге в Карабахе останутся те, кто согласен на реинтеграцию. Резван, очень часто мы постоянно слышим в Кремле, что миссия Евросоюза, которая появилась в Армении, она как бы направлена на то, чтобы вытеснять Москву из региона. Там, мы знаем, французы появились, а Иран открыл свое представительство в Сюнике, в Зангизуре. Россия тоже там планирует. Что это такое? Это противостояние Ирана, России и Франции в Армении, или это коллаборанты, которые совместно действуют против коллабор? Я, забегая вперед, расскажу, что Зангизур уже после 2020 года входит в интерес Азербайджана. Хотят это, не хотят. По итогам 44-дневной войны стало ясно, что перспектива Зангизура, особенно его южной части, это сотрудничество с Азербайджаном. Я не говорю, что там будут установлены азербайджанские флаги. Этого сейчас в 21 веке не надо. Достаточно серьезные экономические, транспортно-магистические проекты, чтобы поднять этот регион. Против этого выступают Иран, Франция, и поэтому они первые ринулись там, пытаются открывать дипломатические представительства, или вот это, в кавычках, гуманитарно-европейская миссия, как бы заполнить это пространство, чтобы потом торговаться там с Азербайджаном. Это следующий наш этап после решения Карабахского конфликта. И Гафан, город, его аэропорт, все окрестности – это исторические земли Азербайджана, где веками жили азербайджанцы. И все эти села пустуют практически. Так что неизбежно, президент Азербайджана неоднократно повторял, западные азербайджанцы имеют право, как и все люди, жить на своих родных землях. И это тоже будет реализовано. Просто и Франция, и Иран, и другие хотят уже сейчас, пока Армения из себя что-то представляет, на этих территориях перехватить инициативу. Уходящая Россия, да, этот фактор есть, ослабление России приводит к тому, что это пространство пытаются заполнить другие игроки. Но пусть заполняют, все равно, я думаю, в итоге, все, кто бы там не заполнил это пространство, будут договариваться с Азербайджаном турецким тандемом. То есть это то, что в ближайшем будущем нас ждет. Спасибо большое, Резван. Благодарю, спасибо тебе и нашим уважаемым зрителям. Уважаемые зрители, вы смотрели интервью с директором Центра истории Кавказа, автором монографии «Азербайджан и армянский вопрос на Кавказе» Резваном Гусейновым на моем авторском YouTube-канале «Современный разговор» с Расимом Бабаевым. Спасибо, Резван, тебе хорошего дня. Уважаемые зрители, оставайтесь с нами, подписывайтесь. Будет в дальнейшем интересно. Всем всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...